Сегодня в выпуске мы с тобой разберем 10 ключевых трендов в макияже сезона осень-зима 24-25 и я покажу тебе, как адаптировать их к повседневной жизни. Так что вперед, наливай себе кофеечек к чаечек и давай изучать модные тренды. Итак, давай вместе разбираться, что мы будем носить в макияже этой осенью, а от чего мы откажемся. И первый тренд, с которого мы начнем, это брови. На самом деле в бровях сейчас есть две ключевых тенденции. Первая, брови становятся тоньше и аккуратнее. Это не значит, что нужно выщипывать себе модные брови-ниточки. Все-таки я думаю, что через некоторое время к нам опять вернутся более пушистые и густые брови, а эту критическую модную ошибку нужно второй раз не допускать. Но все же брови становятся аккуратнее, графичнее, четче. И на мой взгляд, именно такие брови максимально делают лицо выразительным. Мы уже с тобой не делаем вот такие огромные брови-волк. Мы уже не зачесываем ламинированием, либо мылом, либо гелем для бровей брови такими, чтобы они занимали половину лба. Нет, наша задача сделать аккуратные брови. И я сейчас с тобой поделюсь двумя секретами, которые позволят сделать брови аккуратными и выразительными. Во-первых, в макияже бровей отдавай предпочтение более светлым карандашам, чем оттенок твоих волосков. Таким образом, брови будут мягкими, неконтрастными, без какой-то явной графичности. И во-вторых, немножко поменялась схема причесывания бровей. Если раньше ершиком ты поднимала все волоски максимально наверх, раскладывая их, знаешь, немножко таким веером, то теперь твоя задача немножко аккуратнее разложить их скорее внутри формы. То есть ты немножко причесываешь бровки вверх, а потом с помощью щеточки аккуратно выкладываешь бровки в более узкую форму. На мой взгляд, такие брови делают глаза выразительными и очень большими. Второй микротренд в бровях, который с нами остался, это супер естественные брови, как будто их никогда не касался пинцет. Для того, чтобы повторить этот тренд, нужно для начала чуть-чуть будут растить волоски. Ну а после этого самое главное максимально аккуратно делать свою коррекцию. О том, как делать коррекцию, как окрашивать брови, я уже снимала отдельный выпуск на своем канале, и он по-прежнему актуален. И самый главный секрет в таких естественных бровях в том, что иногда лучше не дощипать, чем перещипать. Таким образом ты получаешь естественные, аккуратные, знаешь, такие девственно-природные брови. Второй тренд, который с нами остался, это акцент на красивую сияющую кожу. Но для меня красивая сияющая кожа это просто классика в макияже, но сегодня я покажу тебе один из способов, который позволяет сделать кожу очень красивой и подсвеченной, но при этом перекрыть какие-то нюансы. Да, ко мне немножко вернулись прыщи, и сейчас на моем лице есть и постакне, и немножко акне, плюс есть небольшое количество синяков от мезотерапии. И все это мне нужно спрятать. Для этого я воспользуюсь тремя продуктами от бренда Airborne, который мне любезно предоставил магазин L'Etoile. И первый продукт, который дает сияние на коже, это glow-крем с эффектом фотошопа на лице. Этот крем в составе имеет небольшое количество перламутровых и розовых частичек. В текстуру этого крема добавлено такое красивое свечение, значит, жемчужно-розовое и очень благородное. И его фишка в том, что за счет этого свечения, плюс добавленного экстракта лакрица, крем выравнивает и текстуру кожи, и при этом дает нереально красивое свечение на лице. Ты видишь сама, я мгновенно посвежела, и уже визуально кожа выровнялась. Я задавала вопрос, что попробовать в Airborne, и многие мне писали про вот этот знаменитый CC-крем именно в такой серой тубе. Чем он хорош? Это увлажняющий, ухаживающий крем с тонирующим эффектом. Его можно наносить на кожу без проблем для того, чтобы просто выровнять ее тон. На сухую кожу для того, чтобы опять-таки добавить свечение и выровнять тон. В моем случае это будет тональное средство, которое я буду носить на все лицо, чтобы выровнять тон и какие-то имперфекции, нюансы на коже перекрыть. Крем дает красивое свечение на коже, ты видишь, что она буквально засияла. А для того, чтобы перекрыть именно вот эти противные нюансы, а все-таки я сейчас нахожусь в состоянии, когда мою кожу спасаю обратно. Сильный стресс от закрытия ютуба в августе, конечно, сделала так, что я стала снова прыщавой. И для того, чтобы перекрыть вот эти маленькие нюансы, я буду использовать Super BB крем. Он на самом деле какой-то нереально крутой, и я впервые его попробовала недавно, но могу сказать, что его стоит добавить в свою косметичку. Значит, это более плотный, пигментированный, даже немножечко пудровый BB крем, который мне, если честно, напоминает знаменитый Estee Lauder W. Но при этом его текстура, знаешь, такая не замазочная, не железобетонная. Она легкая, но все нюансы на лице перекрылись. И я буквально в небольшом количестве этот Super BB нанесла только на те места, где мне не хватило плотности тона. И как ты видишь, кожа подсвеченная, кожа выглядит очень здоровой, кожа выглядит максимально сияющей и увлажненной. Но при этом, при этом нет ощущения того, что я в плотной маске из тонального крема. Ты же знаешь философию моего канала. Вот эти вот маски из тональника, это не про меня. На моем канале мы учимся легкости, свежести и супер классному макияжу. Следующий тренд, который мне безумно нравится, это румяна, которая двигается все выше и выше и выше глазам, создавая тем самым лифтинг эффект. Сейчас румяна это такой ключевой элемент твоего макияжного гардероба. Если посмотреть, какое количество запусков произошло с разными румяными кремами, сухими, эмульсионными, то я могу сказать, что без коллекции румян твой макияж будет немножечко скучным. Рассказываю, чем сделала я. Для начала я взяла эмульсионные легкие румяна от бренда Pro Makeup Laboratory в красивом нежно-розовом оттенке и нанесла их достаточно объемно, вот так вот на всю щеку, для того, чтобы у меня и румянец заиграл, но при этом это все смотрелось максимально естественно. А после этого, для того, чтобы мой румянец засветился, поднялся и сделал тот самый трендовый лифтинг эффект, я воспользовалась румянами от бренда N-Beauty в моем любимом оттенке Snow Queen и нанесла их максимально высоко, буквально в наивысшую точку сквы. Этот прием позволяет тебе сделать и лифтинг эффект, и трендовый эффект супер румяных свежих щечек. Тренд, который нас не оставляет, это губы в стиле Keep, а именно бежево-коричневые губы с таким активным коричневым контуром, которым мы чуть-чуть увеличиваем размер своих губ, ну и, конечно же, такие губы должны быть не матовые, а максимально сочные и глянцевые. Как я его повторила? Во-первых, я воспользуюсь карандашом от бренда Chic в оттенке Garde, это такой правильный коричневый скульптурирующий оттенок карандаша, и после этого на центр губ нанесла бальзамный продукт, имеющий такой холодный коричнево-бежевый потон. Это бальзам от бренда Promo и Cap Laboratory, кстати, он такой сладенький и вкусненький, и тем самым я получила эффект растушеванных, объемных, но при этом структурированных губ. Именно за счет использования такого оттенка карандаша наши губы смотрятся максимально вычерченными на лице, ну и, конечно же, оттенок. Такие оттенки смотрятся очень эффектно в осеннем гардеробе, когда мы носим больше коричневого, больше винного, больше серого, такие более приглушенные цвета, и с таким макияжем ты будешь ходить по улице, улыбаться осенним листьям или плакать по закончившемуся лету. Металлические оттенки в макияже глаз. Согласись, это достаточно смелый тренд, но лично мне он очень нравится. Как его адаптировать к своему повседневному образу? На самом деле все просто. Твоя задача этот металл не использовать на всем веке, а скорее расставить им акценты, как это сделала я, добавив металлический акцент во внутренний уголочек глаза. И таким образом ты получаешь модный стильный макияж, к нему можно добавить каплю туши, плюс я сделала эффект влажного века, и этот макияж смотрится гармонично, но если честно, к нему всегда хочется добавить еще один трендовый прием в виде акцентных губ. Красные винные бордовые губы каждый сезон осенью к нам возвращаются. И если красных помад я показывала на канале достаточно много, то бордовые помады немножко обошли мое внимание. Все-таки для меня именно бордовый цвет – это всегда цвет осенних листьев, и бордовые винные помады я начинаю носить только осенью. Сегодня у меня такой люксовый вариант бордового винного цвета – это бренд Givenchy и потрясающая красивая винная помада. Видишь, мне даже маникюр с ней совпал. И если честно, я могу сказать, что такие макияжи, когда ты делаешь акцент на винные губы, на красные губы, они круто смотрятся, когда глаза остаются максимально прозрачными. То есть, как это сделала я, буквально каплю металлического акцента плюс длинные пушистые ресницы. Тогда макияж смотрится и сбалансированным, но при этом в нем есть сочные вкусные акценты. Еще один тренд, который нужно повторить, если ты очень смелая, это голубые оттенки в макияже глаз. Или электрические синие. На самом деле здесь тренд с такой, знаешь, подковыркой, потому что не каждая готова носить на себя голубые тени. У нас остались ассоциации, что голубые тени – это тени советских буфетчиц. Ну или актрис 60-х годов. Но на самом деле голубой цвет в макияже, он очень красиво освежает именно вот эту склеру глаза, делая глаза нереально белыми. Плюс, помимо этого, голубой и синий цвет круто подсвечивают и оттенки голубого в твоих глазах. Если у тебя карие глаза, это просто твой мастхэв. Если у тебя зеленые глаза, попробуй этот эксперимент, потому что тогда зеленые глаза станут, знаешь, такими изумрудно-зелеными или цвета морской волны. Лично я тебе советую, вместо того, чтобы наносить голубые тени до бровей, воспользоваться хитростью в виде цветной акцентной туши. Для тех, кто живет в России, обратите внимание на такой красивый синий оттенок туши RAD. Для тех, кто живет за границей, бегите за вот этой вот классной тушью от бренда Benefit в ультра-синем цвете. Еще один тренд, который мне очень нравится, и я его решила показать, это использование холодных оттенков макияжа глаз. На самом деле, мы потихонечку убираем наши бронзовые, розовые, тепло-коричневые палетки для макияжа и ищем все самое холодненькое. Холодные оттенки в макияже глаз сейчас заполонили модное пространство, и многие бьюти-бренды начали выпускать такие палетки. Для меня это очень интересный тренд, потому что я, конечно, любитель более тепленьких макияжей, но сегодня специально для тебя показала, как повторить такой более холодный вариант смоки. Для начала, в качестве подложки я воспользовалась таким стальным серо-коричным карандашом от бренда Шик, который я нанесла на все веко до складки и мягко его растушевала. У этого карандаша есть фишка, прежде чем наносить его на веке, немножко потри его об салфетку, либо об ватный диск для того, чтобы снять верхний слой. Тогда он будет наноситься гораздо лучше. Вторым этапом я сделала себе такую стильную баклажаново-винную стрелку, плюс легкую растушевку с помощью карандаша Atom Beauty в оттенке 102. Я долго выбирала и все-таки решила, что я хочу сделать бюджетный вариант смоки-айд с помощью палетки Astra Makeup. Тут нужно всего три цвета. Такой холодный, стальной, коричневый, немножко бежево-коричневый для растушевки и каплю более светлого цвета для акцента во внутреннем уголочке. Ну и, конечно же, трендовая тушь. Еще один тренд этого сезона – это цветные туши в макияже. Он как и остался с нами летом, так и перешел в осенний-зимний период. Но тут есть маленький нюанс. Летом мы выбирали более такие яркие, сочные туши – фуксийный, зеленый, бирюзовый. Зимой же мы будем выбирать такие более приглушенные оттенки – фиолетовый, винный, коричневый. И, как я сегодня сделала, такой бордово-винный оттенок с помощью туши от бренда RAD. И ты видишь, как красиво она заиграла вместе с этим фиолетовым карандашом от N-Beauty. Еще один тренд, который я хочу снять в отдельном выпуске – это различные макияжи в стиле кошачьей стрелки. На самом деле, стрелки – это тот элемент в макияже, который вызывает вопросы. Поэтому, девчонки, кто меня смотрит, сейчас прямо в комментариях пиши, какие именно проблемы у тебя есть с макияжем, со стрелками, для того, чтобы я смогла уже в октябре их разобрать и сделать такой классный рок-чуториал. Ну, а я покажу тебе максимально красивые картинки, примеры для вдохновения, которые помогут тебе сделать такой классный макияж со стрелкой. Для меня сейчас актуальный макияж со стрелкой – это все-таки стрелки в карандаше, не слишком темные, графичные, но при этом классно моделирующие глаза. В каждом выпуске, как и всегда, у нас с тобой конкурс «Условия не меняются». Лайк этому видео, подписка на мой канал, в комментариях напиши, какой тренд тебе понравился, или есть ли у тебя какие-то вопросы по макияжу, которые я еще не разбирала на своем канале, а ты хочешь про это послушать отдельный выпуск. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!